Служба безопасности Украины установила красный высший уровень террористической угрозы в Донецкой и Луганской областях, а также на границе с Крымом. Свои действия украинские власти объясняют обострением ситуации в этих регионах. 11 августа президент Петр Порошенко распорядился привести в повышенную боевую готовность все подразделения силовых ведомств на границе с Крымом и на линии соприкосновения в Донбассе. Министр иностранных дел Павел Климкин предупредил, что Украина рассматривает возможность введения визового режима с Россией. Напомним, 10 августа ФСБ России заявило о предотвращении терактов в Крыму. В Москве утверждают, что они готовились к главным управлением разведки Минобороны Украины. Киев отрицает свою причастность к возможным диверсиям. Однако в пятницу российский премьер Дмитрий Медведев не исключил разрыва дипотношений с соседним государством, если, по его словам, другого варианта влияния на ситуацию не останется. Как заявил Медведев, окончательное решение принимается президентом, который ведет внешнеполитическую повестку страны. Между тем, в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что зенитный ракетный полк, дислоцированный в Крыму, уже получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». С этой новейшей системой полк примет участие в предстоящих учениях «Кавказ-2016». Продолжение следует...